Выставка репродукций Клод Мане «Век импрессионизма» открылась в Государственном художественном музее Алтайского края. Но в этот раз копии картин известных художников и импрессионистов не совсем обычные. Чем они отличаются от привычных нам, узнала Полина Жданова. Она побывала на открытии. С первого взгляда непонятно, что перед глазами не оригинальная картина известного импрессиониста Клода Мане или Ван Гога, а напечатанная копия. 47 репродукций художников, известные всему миру в 3D-печати, представили в Государственном художественном музее в Барнауле. Отличаются от подлинников незначительно. Меньше размером, потому что копия не должна быть стопроцентно схожа с оригиналом. Но такие нюансы не лишают композиции красоты. Привыкли к тому, что в музеях выставляются только подлинные произведения. Но мы понимаем, что произведения такого уровня сложно довести и как-то экспонировать у нас в городе. И даже человеку не хватит жизни, чтобы посмотреть их по всему миру. Поэтому проект просветительский и уникальный в том, что мы можем вот так в двух залах нашего небольшого музея увидеть самые известные, менее известные произведения шести великих импрессионистов мира. Техника 3D-печати Жекле с французского напыления позволяет воспроизвести картины с точностью вплоть до мельчайших оттенков и теней, мазков, кракелюров, трещин от старости. Для компьютерного рисования также используют натуральный холст. В отличие от художественных копий, выполненных маслом вручную репродукции, не считаются имитацией. Это точное воспроизведение подлинника. Кстати, для выставки не случайно выбрали именно импрессионистов. Во-первых, их картины понятны многим. Во-вторых, именно это течение повлияло на все последующие. Импрессионисты повлияли на всех. То есть это такое течение, мимо которого они стали уже классикой. Когда мы говорим классическое искусство, мы причисляем импрессионистов. Посмотреть на репродукции можно до 19 мая в Государственном художественном музее Алтайского края. Также там можно прослушать лекции о великих зарубежных и отечественных импрессионистах. Полина Жданова, Анатолий Фукс, Новости.